Победа Победа, шары, кассы Супер, просто прекрасно Очень рад стать Я считаю чемпионом организации Рогозин и Мартынов Это были лучшие бойцы Не просто так, у них были соперники достойные Они давно уже здесь дерутся Побеждают, и мне удалось Победить, я считаю себя чемпионом В ходе нету пояса Я до этого заявлял, что Кто из нас выиграет, тот будет Не коронованный чемпион Я надеюсь скорым временем И пояс появится Согласен, что очень плотный был бой Да, отличный бой Миша Нисколько не зажимался, он работал Показывал красоту для зрителей Работал, не боялся Я тоже решил продемонстрировать немного Хотелось немного раскрепоститься Три раунда все-таки почувствовать На самом деле не устал И можно было еще чуть темпа добавить Но получилось так и получилось Все отвечали его борьбу Но он прекрасно показал себя в стойке Что думаешь? Я читал его проход Он тоже видел, что я вижу, что он хочет пройти Я выкидывал колени в этот момент Первый раз он влифанул И видел, что я колено выбросил И он ушел уже не рисковать лишний раз Потом он два раза кинул Кинулся в ноги, я кинул колено И он понял, что я его выцеливаю На проход 3 декабря на турнире RCC Пройдет бой между Магомедом Исмаиловым И Александром Шлеменко Ты можешь сделать на него ставку Не рискуя своими деньгами Переходи по ссылке в закрепленном комментарии Регистрируйся с промокодом BOX И получи фрибет до 10 тысяч рублей А еще ты можешь стать обладателем перчаток С автографом Александра Шлеменко Смотри и ставь на винлайн Ты правильно хотел показывать свой китбоксинг? Да, я хотел Для зрителей поработать Конечно, хочется досрочно Но Миша такой соперник На самом деле Не хотелось На самом деле его нокаутировать Хочется, чтобы он дальше продолжал карьеру И ушел к своей семье в зарубы Если ты видел его прошлые поединки Они всегда были очень плотные, кровавые зарубы Скажи, не боялся ли ты выйти из клетки в крови? Не, я, к сожалению Ну, я не рад, что крови не был в боях И в этот раз тоже не боялся Не знаю Я не чувствовал эту кровь Если даже была бы, я, наверное Меня это только смотивировало бы еще сильней Начать работать Самый Малый Эй, отцок здесь Столько камер, отцок Потом пообщаемся Сказалось, что у тебя очень плотно проходили удары по корпусу В частности, в печени А не было такого, что удивлялся? На втором моменте был, что он зацепил Да, я его зацепил Ну, знаете Я его мог добить Но Все-таки я знал, что он может эту ногу поймать Перевести И он ждал тоже Это его последний момент Единственное спасение Единственное спасение Это он мог перевести меня В этот момент Если бы я опрометчиво бросился на него Ну и расшел работать По ситуации Мне Тренера говорили Работа аккуратно Не спеши Главное, не спеши И разумно работай В конце первого раунда Был момент, когда ты, получается, промахнулся с бэквистом И оказался на земле Было ли это опасно? Потому что он, вроде бы, пытался и шею забрать Честно говоря Да Мне только крикнули 10 секунд осталось И я решил последние 10 секунд Что-то выкинуть И я пинул бэквист и он сразу за шею зашел И даже я не сопротивлялся Потому что я знал, что если он полностью возьмет Я 10 секунд точно продержусь А шею выдержит И я надеялся, что секунданты не перепутали 10 секунд С другим временем 30 или 40 А я уже считаю в голове 10 Уже думаю, давно должно 10 закончиться Видимо, 20 было сегодня Потому что пару раз Расул крикнул один раз 20 Не успел 10 секунд закончиться Гор через 2 секунд 10 кричит уже Понял, я понял, что Швейцарские часы Чуть-чуть бывает, швейцарские часы не обманул Михаила называли самым серьезным твоим соперником в карьере А почувствовал ли ты, что это был самый тяжелый бой в твоей карьере? Потому что со стороны казалось, что все Как-то очень легко 30-26, один раунд 10-8, значит забрал Ну, Сони соперник Михаил Просто его игра была, партер не зайти, проход ноги сделать, перевести Но я был к этому готов И он на моей территории оказался в ударке Я просто чуть-чуть не рисковал, чтобы лишний раз опрометчиво не попасть на проход И у меня удалось его удержать стойки Естественно, в моей стихии, конечно, он будет точно, но я бы точно выиграл, я считаю Был ли такой момент, когда ты был максимально близи к нокауту? Да, я уже видел, что я могу сейчас досрочно завершить Ну, я прям из всех сил не старался это сделать, потому что хотелось чуть-чуть подвигаться по работе Я знал, что Михаил, так же как Сергей Мартынов, очень терпеливый, он может выдержать весь натиск И, не знаю, я могу там все силы оставить, он может меня перевести и воспользоваться в момент Из-за этого я немного не рисковал, аккуратно я его пытался довести до разумной окончания боя А ты в конце боя сделал шоу-тайм-кик Как будто бы рисковал, но уже потому что понимал, что как бы бой все отзвоит Или Михаил уже ничего не сделает, или просто ты хотел ударить этот удар оттолкнувшись от сетки? Да, я хотел этот удар сделать, но весь бой этот момент не подсталил как-то А ты прям ждал его? Да, да, я ждал этот момент И он кинул Ну, я справа кинул, обычно слева лучше выкидывает этот удар А он в ту сторону, я справа Ну, если бы я полностью закинул ее так Если бы осталось 10 секунд, как сказали, я бы его, наверное, полностью закинул Но я немного так не довел, чтобы не упасть, короче, вдруг переведет еще и... Назови свою следующую остановку, может быть, обращение хочешь оставить кому-то Я не знаю, каждый день ситуация меняется в мире Я готов в любой момент дальше драться Я этот бой на коротком уведомлении принял Я две недели всего лишь готовился В Таиланде еще можешь подержаться, может еще где-то подержаться Мне в Таиланде, знаете, кстати, может быть, там есть такая тема Двоем на одного нападают, а мне друг говорит, будешь драться? Я говорю, давай, вперед Двоем они на меня одного напасть Ну, они такие мелкие, 67-68 килограмм Казахстане хочу, Узбекистане, СНГ странах подраться Где пригласят, там посмотрим А если тебе сделать предложение в МФЛ у бойца UFC, у Мурата Ты там готов будешь подраться? У него сейчас очень огромные обороты набирают его турниры А, в Узбекистане? Да У меня в Узбекистане очень большая фан-поддержка Я надеюсь, как-нибудь будет выступить там Новое шоу там есть, да, Махмудов, Мурата Готов там освоить свою фан-базу? Конечно, если они хорошие предложения мне сделают Такое же, как в России мне делают Я надеюсь, у них хватит денег Я бы развеселил публику Узбекистан давно ему поступило Не ПФЛ, Узбекистан, Махмуд Муратов А, Махмуд Муратов, да, мы будем там выступать Ну, сейчас у Владимира Минеева посмотрим, как дела будут сейчас обстоять Если он готов, то и с ним надо помериться Просто потому, что ты на стойке очень хорошо себя показываешь в каждом бою Там в Узбекистане как раз-таки есть ребята Которые в стойке тоже могут тебе конкуренцию составить А, со самими узбеками подраться? Да Ну, узбеками самими не хочется, потому что Я с ним, у меня друзей много в Узбекистане Хочу, наоборот, для них подраться, кого-нибудь для них побить Кто у вас есть злеящие враги, я готов их побить А с самими узбеками, не знаю, посмотрим Я просто не хочу Я, наоборот, хочу, ну, ради фаната в Узбекистане подраться А на супер Вова Минеева продолжи эту тему, что с ним, что дальше? Я вообще клянусь, не знаю, что с ним, где он Сейчас воюет, он автомат взял в руки, что он делает Я не знаю, я вот дерусь в клетке Он уже год чем-то не дерется И он его простой, большой очень Ну, вот у него был недавно бой по кикбоксингу, правда По кикбоксингу, да, но по кикбоксингу не в счет это Я же МММ клетки говорю МММ-бойцы, по кикбоксинг я тоже могу любой момент подраться, если мне хорошее предложение сделать Ну там, где он дрался, мне тоже предлагали, но там вообще были соперники, это не соперники, дрова какие-то А мне вам интересно именно по МММ и не по кикбоксингу, да, вот если бы от тебя выбор зависел? Да, по кикбоксингу Хочешь по кикбоксингу, хочешь по МММ, без разницы, хочешь по-читайски А у тебя время лучше, чем у Владимира, вот на твой взгляд МММ? Да, если придется бороться Не знаю, а здесь Расул стоит сейчас, не хочу таких больших заявлений делать Ребята, пока этого боя не будет, через полгода неизвестно, что будет А вы успели уже поговорить на эту тему, да? У гора есть там еще 20 вариантов, так же Да, это даже надо, потому что не надо Старо, какие у тебя взгляды на современные кулачные бои? Интересовался ты? Нет, кулачка вообще не интересна, вообще кулачка вообще не ко мне Ну для меня это не такой профессиональный, мне хочется больше такой профессиональный вид спорта Ну без такого как бы, это как улица, я считаю, кулачка Как сейчас кулачь твои фанатам? Фанатам очень, честно сказать, вот хочется к фанатам обратиться Со всех стран, из СНГ и вообще со всего мира много пишут людей Даже одно сообщение прочитал в инстаграме В тюрьме, в Германии за меня вся тюрьма болеет Им большая благодарность, я надеюсь Пусть их срок быстрее пройдет и живым и здоровым Со всех стран за меня болеют, очень большая благодарность моим фанатам Сейчас, секунду И всем фанатам моя большая благодарность, что они за меня болеют Потому что ради них я эти бои показываю И по сути из-за них мне дают эти бои Знаете, раньше мне было не интересен ни одной организации Ни Fight Night, ни RCC, ни ICA, вообще ни одной организации Просто сидел без дела, год целый сидел дома, не мог себе бой найти А потом я как-то вот так получилось, на замену выйти Один-второй с фанатами меня увидели, начали много поддержки давать в комментариях везде И промоутеры это увидели, заметили, что понимают, что я приношу просмотры И из-за них это, можно сказать, мой толчок вперед Вот это человек делает эти бои Гор, это моя команда И мы у нас командная работа И я честно, многие говорят, кто меня сделал Сделала у меня моя команда и фанаты, которые за меня болеют Они меня толкают вперед, а они меня готовят Тренера мои, Расул Магмедов, Гор Ума, Гор Азян Шарабудина сделали его яркие бои, ребята Он самый яркий, самый зрелищный боец сегодня в российском ММА И его статистика говорит о себе Посмотрите, сколько количества ударов он пробил, кому пробил, сколько пробил А когда ему говорят, что вот он с кем-то таким, ну кого дали, того ему Тогда мы не выбирали соперника Сейчас мы можем выбирать соперника, понимаете, да, о чем нет У него есть приглашение и в Казахстан, и в Узбекистан, и в Армению У него очень много работы И из ПФЛ тоже было ему приглашение, но мы пока считаем, что у нас здесь денег больше, чем ПФЛ Как на это Камил Гаджрев реагирует? Очень хорошо Вступатели, все-таки за рубежом предложение говорят в турецкий состав Интересно, что такое? Вот все от предложения, кто мне как заинтересует, знаете, говорят там, это, то, то, то Конкретно, когда вот придут, скажут, вот такой бой, вот столько даем А то все звонят, пишут, все хотят, а конкретно ничего нет, дрова предлагают Мне такие беспонтовые соперники не нужны, чтобы просто выйти кого-то Стрекерсом 3-1 Два лолки кода, и он ляжет, да? Зачем мне это нужно? А потом будут говорить, мы выбрали соперника Да, лоха выбрали, а? Мы с Мартыновым не отказались, да, он первый был по рейтингу И Михаил, он один из первых в рейтинге, да, посмотрите, кто с кем дерется Раньше мы не могли выбирать, потому что его никто не знал Сейчас мы выбираем, нам спортсмен с трекерсом 3-1 не интересен, понимаете, да, о чем я Вот, и насчет Камена, он всегда всем говорил, что он не против, когда бойцы зарабатывают Вот сейчас Шарапутин зарабатывает Да Желаю тебе на бой Шлеменко и Исмаилова, как на бой твоего потенциального соперника Ну, как будто бы Да Ну, если Шлеменко не считает себя таким старым, древним, и готов против меня выйти, то вперед А просто сейчас он сам себя старым таким сделал, или фанаты сделали старым, что он типа я молодой, он старый У нас уже пошла, как будто, я не знаю, как будто я юниор, он взрослых выступает, я не могу с ним подраться Мне 28 лет, я тоже уже не молодой, так же, да, и он тоже опытный боец И, конечно, у него там опыта больше у меня, чем 3-4 раза, чем у меня, но хочется с ним подраться все-таки Разделить критику с таким опытным бойцом, а так против ничего личного не имея, только спортивный интерес К слову, опытный и из опытных состав бойцов, это Венер Галиев, ему 47 лет, он при этом не уступает молодым бойцам И насколько дальше ты планируешь вообще выступать, потому что самый пик карьеры, когда бойца выступает, все-таки он задумывается Ставит перед собой какие-то определенные этапы, где он будет, в каких лигах и с кем податься Ну вот пока вот только у меня все завертелось, как бы так, только вот моя карьера пошла вверх, как-то в город, надеюсь, буду дальше выступать, радовать зрителей Не знаю, когда, а только Всевышний знает, сколько я смогу выступать, сколько мне здоровье позволит Надеюсь, много смогу лет порадовать еще, еще такой же рекорд, как у Шлеменко А, извини, а вот бойца Шлеменко будет интересно только, если он сегодня победит или в любом случае? Если проиграет, не знаю, там, ну он не захочет со мной драться, если он проиграет, он, если закроет поражение, да, потом вперед А так сейчас, если он выиграет, то, конечно, он был бы интересен мне, а если он, ну, мне мало верится, что он выиграет, не знаю, посмотрим Просто я не то, что он слабый, да, он очень сильно боится, просто я маги, да, уверен сильно Шар, если бой с меня, он кладывает стебу, Жука, мило просить, что дайте вакантный пояс 84 в Файтнайтс Я вообще полный газ всегда, вот я всегда всем говорю, полный газ, а потом, когда я дерусь в РСССи, говорят, а что ты там дерешься, у нас не дерешься А у меня предложения там не было достойных, да, не было нормальных предложений, а потом говорят, я не хочу год сидеть обратно, простой, зрители хотят, чтобы я выступал Самые активные бои, где бои, где бои, где бои есть, там выступают, да, я хочу драться в главных боях вечера, в главных боях вечера Серьезным оппонентом, имя, которое есть Двенадцать боев за полтора года, кто-нибудь сделал такое? Давайте, если сделал, скажите Он готов был и больше, но никто не говорил Сейчас будет 26 Сейчас будет 26